коллеги мы продолжаем эфир циска в рамках сок форума и я хотел бы представить вновь руслана иванова который продолжит рассказ про то как циска видит построение сока и сейчас руслан расскажет об одном из интересных вариантов тестирования различных гипотез с точки зрения применения технологий за которые вам не надо платить деньги но при этом вы можете посмотреть как должен работать 7 как сар работать как с помощью технологии low-code либо ноу-код можно автоматизировать плейбуки и потом уже принимать решение оставаться либо на этом решении либо переходить на какие-то другие опенсорсные либо коммерчики 7 и сары руслан тебе слово коллеги снова здравствуйте давайте продолжим поговорим сегодня ну назовем это сок light как проверить свои процессы и навыки в сокостроении при этом желательно бесплатно как мы любим вот какие альтернативы есть рассказал в принципе алексей в предыдущей части что есть варианты своего сока это дорого но полный контроль сока как сервис закажите услугу выберите вариант эконом комфорт комфорт плюс бизнес либо уль ультима или как там лишь ультима включить все включено до вип ну или вариант когда съем как платформа для сока военду или из облака либо вариант как про который я сейчас расскажу который мы делал которому мы шли достаточно много лет и делали достаточно долго потому что это занимает и время и требует талантов инженеров и требует достаточно количество ресурсов да и не было понятно взлетит ли вообще такая модель представляю вашему вниманию проект который называется у нас secure x по сути это облачная платформа которая вам позволяет очень быстро подключить свои сервисы безопасности и проверить какие-то гипотезы которые вы бы хотели попробовать в своем соке или если вы не очень крупная компания используйте это как основное решение для построения вашего центра мониторинга и не зря на то что он облачный он тем не менее показывает достаточно неплохие результаты лицензия на него включена в любые продукты cisco которые вы покупаете по безопасности сам по себе secure x бесплатен его можно попробовать в том числе абсолютно бесплатно не покупая никакие собственно продукты cisco он при этом полно функционален поэтому он идеально подходит вот ровно для того о чем алексей говорил то есть проведение каких-то гипотез ну и может быть даже каких-то таких вот пилотных внедрений а может быть и если у вас вы толерантны к облачным решениям может быть и как рабочие решения почему нет как выглядит secure x этот дэшборд говорю сразу темная тема есть предвосхищая вопрос есть и светлая темная тема для тех кто любит он разбит на несколько частей мы сейчас поговорим наш экран более подробно самое важное о чем я хочу напомнить что это полностью облачная платформа основывается на облаке amazon из этого есть свои плюсы и минусы да там соответственно если облачная платформа вам не подходит ну к сожалению ничего сделать с этим нельзя если вы нормально относитесь к облакам у вас нет никакой видеосинкразии к ним пожалуйста вы можете использовать что нам дает secure x secure x нам дает возможности по интеграции функциям интеграции то есть он является по сути полновесным суар решение есть компонент который называется лента по английски ribbon который сквозной через весь продукт и который позволяет отслеживать что вы делаете вести как бы кейс расследование отправлять него какие-то артефакты писать заметки и так далее что очень удобно если вы перемещаетесь по разным по разным частям это набор настраиваемых дэшбордов которые вы можете настроить как хотите разместить их как хотите сгруппировать каждый аналитик их может настроить по своему вывести их на те самые плазмы за миллион долларов про которые лёша говорил вот вы можете сделать автоматизированную реакцию на угрозы то есть есть оркестрация которая использует принципы low-code no-code когда вы в графическом визуальном режиме используя либо предопределенные блоки либо созданные вами вы собираете из кубиков workflow вашего реагирования и на выходе получаете тот или иной эффект которого вы хотели добиться что позволяет нам довольно эффективно решать наши задачи стоящие перед нами с точки зрения архитектуры компонент состоит из двух частей эта часть которую условно можно назвать фрэта и спонс и оркестрации две части которые имеют backend в котором собственно у нас есть информация и frontend в который мы грузим с вами информацию из наших подсистем это могут быть не только решение сиска это могут быть решение в том числе третьих компаний которые поддержат и список их огромен настоящий момент их уже помпа две сотни дальше даже больше по моему чем две сотни и решение сиска уже меньше чем решение конкурентов конечно или партнеров наших и продукт на самом деле сделан очень грамотно немного деталей что из себя представляет решение секью рэкс используется принцип унифицированной видимости то есть используется сквозной одинаковые user experience с точки зрения того как сделан продукт по всей платформе есть настраиваемые дешборды как я уже сказал и важный момент что у вас нет большого количества консолей как это бывает с разрозненными продуктами безопасности это именно одна консоль в которую вы можете собрать только интересующую вас информацию сделать это корректным образом для того чтобы не утонуть в потоке каких-то лишних сообщений сфокусировать внимание аналитиков на важном опять-таки инструмент лента ну и бон позволяет вам собирать все нужные вещи в каждом конкретном дешборде там если вам что-то понадобилось и перетащить это в раздел связанные с расследованиями либо там еще как-то плюс возможности по оркестрации который я уже упоминал если мы посмотрим у нас окно делится на три части слева у нас приложение который мы можем использовать или который мы уже используем и мы можем перейти например настройки если нам необходимо что-то добавить посередине у нас наши дешборды виджеты плитки кто как любит их называть которые представляют из себя какие-то метрики операционные показатели наши и справа новостная лента который может быть настроена как вам угодно то есть это могут быть например набор тикетов из вашей тикет системы это может быть и рсс фиды какие-то это может быть просто информация каких-то новостных сайтов как на которые вы подписаны да там которые вы хотите чтобы аналитик видел и так далее что еще мы можем делать оркестрацию то есть мы повторяющиеся задачи которые раньше исполнялись человеком используя решение low-code-low-code то есть графическую визуальную среду программирования используя диаграммы workflow мы комбинируем наши задания с разными инструментами которые у нас подключены говорим что делать ставим обработчики событий и потом можем использовать собственно полученный workflow нашей работе более того один workflow может использовать другой workflow то есть мы можем делать как бы вложение этих workflow которые будут использовать результат работы других наших компонентов что нам это дает ну это нам дает первую в первую очередь помощь в расследованиях это дает нам функции автоматизации и интеграции но и конечно позволяет нам лучше масштабироваться а если посмотреть с точки зрения кейсов ну например давайте разберем кейс реагирования на фишинг фишинговую атаку получаем ретроспективное уведомление по почте что наша система аэропорт бывший аэропорт теперь это email security appliance увидела ретроспективное событие связанное вот с таким файлом от email его хэш вот такой да то есть чтобы делал нас аналитик он бы взял этот хэш пошел бы в систему управления электронной почты в данном случае security mail analytics систему централизованного управления забил бы этот хэш стал бы его искать нашел бы что это письмо было это письмо с этим файлом было доставлено пяти получателям потом соответственно так как он не знает что это за файл он его загружает в песочницу анализирует где-то там через 12 минут получает вердикт подтверждает что файл у нас вредоносный и после этого только что-то начинает делать да там например идет в систему edr смотрит открывал ли кто-нибудь файл если открывал опять-таки уже должен принять какие-то шаги что мы делаем если мы хотим это автоматизировать мы делаем playbook который у нас включает шесть наших продуктов это malware аналитика то есть наша песочница это edr система наша это система ticketing сервис на у нас в нашем случае систем безопасности email облачной безопасности и пишем наш workflow да playbook по сути ну в данном случае встроенный playbook мы берем наш почтовые сообщения из ящика для расследований спасибо пользователю за сообщение да там делаем предпроцессинг то есть захватываем артефакты из e-mail которые нас могут интересовать делаем обогащение если необходимо мы смотрим вердикты для наших артефактов на основании этих вердиктов либо блокируем например известный malicious домен если это например обращение к попыткам cnc либо еще чего-то добавляем хэши связанные с этими доменами в наш черный список ну и продолжаем наше расследование идентификацию митигацию создаем IT ticket в итоге да там ну и обновляем правила для работы со спамом в других систем с другими системами email если необходимо как это выглядит с точки зрения автоматизированного workflow мы создали наш fishing investigation workflow которым указываем тот самый наше действие которое мы хотим предпринять что мы делаем с какими артефактами мы имеем дело при этом все предопределенные переменные уже у нас есть просто мы их в обработчике просто пишем практически без какого-либо программирования у нас есть предопределенные кубики из которых мы это строим как из детского конструктора лего для тех кто любит поиграться в лего техник с этого просто замечательный продукт такой лего техник для сок аналитиков вот ну и если посмотреть как айти оперейшнс или секьюти оперейшнс борются с фишингом и где мы можем выиграть время где это может быть полезно такая автоматизация позволяет нам ну получить реальную экономию времени и ресурсов наших аналитиков ну в данном примере до 10 часов ну на 10 часов быстрее получается чем если бы мы это делали традиционными методами с кучей системы и прочее с какими решениями работает Cisco SecureX Cisco SecureX работает как я уже говорил с решениями Cisco практически всей линейкой решений по информационной безопасности а также с решениями других компаний причем это знаю это значимая интеграция это не просто получение разбор все слога это именно возможность и использование в оркестраторе и использование в наших плитках то есть создание дэшбордов и так далее то есть это именно полноценной интеграции но например да там мы можем SecureX также бесшумно интегрировать наш сок как некий такой фронтенд или не знаю как игровая площадка для аналитиков для отработки каких-то идей проверки каких-то гипотез плейбуков и так далее если мы не хотим тяжеловесные наши процессы в нашем соке менять мы можем использовать SecureX как такую игровую площадку где быстро что-то можно проверить ну и можем использовать его в том числе как некий такой обогатитель для нашего сока почему бы и нет тем более что бесплатно давайте рассмотрим второй кейс в котором у нас участвуют не только продукты CISCO а решения в том числе других компаний давайте автоматизируем интерспективный анализ получаем интерспективное сообщение из firepower либо системы управления нашей почтой сама дальше мы смотрим получаем список пользователей которые загрузили файл собственно по интерспективе нашей например из логов force point получаем список файлов дальше что мы делаем уведомляем начальника пользователя если пользователь у нас что-то с этим файлом сделал уведомляем пользователя если письмо не открыто удаляем это письмо уведомление в сок делаем блок лист соответствующий URL на другую подсистему которая у нас фильтрует возможный URL которые использовали злоумышленники и так далее то есть мы описываем все те шаги которые раньше мы делали бы вручную во множестве подсистем сходили бы в кучу мест в курадар force point firepower sma service now тот же чтобы тикеты открыть закрыть что-то там вики поправить там и прочее то есть мы можем это достаточно быстро автоматизировать и получить результат ну например в курадаре в том же мы можем очень быстро поискать secure x все что касается конкретных сработок да там в том же microsoft defender и мы опять таки мы можем использовать информацию из microsoft defender непосредственно в нашем расследовании мы можем например автоматизировать обогащение да вот третий кейс то есть мы хотим автоматизировать обогащение наших алертов получили множество событий deny через отмечественных экранов в нашем арк сайте да дальше мы собираем всю необходимую информацию в платформах fred intel которые мы используем ну и во внешних причем это делает не оксайд это делает именно secure x за вас дальше создаем тикет соотносим пользователя с ip источника например берем это из identity service engine а соотнесли идем на workstation портал смотрим что это за пользователь какой у нас дальнейший workflow по обработке если необходимо там по разным категориям пользователя его дифференцировать собираем необходимые дополнительные данные отправляем логи аудита обратно в наш арк сайт ну и при необходимости что-то делаем системе тикетинга если там необходимо открыть закрыть тикет система безусловно полезная как мы видим интеграции мы можем сделать достаточно много все они делаются не только со стороны secure x но и с обратной стороны со стороны платформ которые умеют с ним интегрироваться ну и нужно помнить что конечно же не бывает универсального решения подхода но в ситуации когда мы хотим мониторить но не хотим тратить много денег или у нас их сейчас нет но мы хотим проверить какие-то гипотезы или доказать их показать нашему бизнесу что мы могли бы это сделать если бы у нас были какие-то ресурсы и так далее то есть показать возможности мы можем использовать secure x как такое решение соклайт почему бы и нет как я уже и алексей говорили задавайте вопросы у нас есть опыт решения вы получите замечательные книжки если вы следите за нашим трансляцией и не только их если задаете интересные вопросы опять-таки вот алексей я смотрю улыбается и мечтает вопросы в чатике у вас есть шанс выиграть достаточно интересные призы и у меня на этом все я готов передать слово опять алексею после небольшой технической паузы подожди руслан у нас есть вопросы давайте соответственно вопрос насколько безопасен сам секур x так как это облако присутствует дополнительный риск внедрения злоумышленников систему всегда такой риск есть при использовании облачных сред соответственно если ваша модель угроз не включает использование облачных решений вы соответственно вы не используете если включает есть определенный набор мир который мы используем частности это использование мва для входа в систему это достаточно жесткие правила по интеграции подсистем самим облаком что отдается fore estaba системы что не отдается это определенная политика того как обрабатывается информация и какая информация отдаётся в облако более того вы сами настраиваете что именно вы отдаёте в облако По сути, вы в облако отдаете только часть информации, вы не отдаете там все журналы, вы отдаете, по сути, только какую-то выжимку, ну, по сути, то, из чего вы можете сделать дэшборд и так далее. Если ваша политика безопасности подразумевает и приватности подразумевает, что вы можете это сделать, вы можете это использовать, ну, и требования регуляторов. Соответственно, если нет, ну, к сожалению, нет. Продолжение следует...